Здрасте, Анна. Очень приятно. Всем здравствуйте, уважаемые гости. Немного мы с вами пообщались тут за углом, но я все равно задам этот вопрос, который был изначально. Как вам вообще выставка? Такие ли были ожидания, не такие, или без ожиданий шли? Выставка каждый раз по-разному удивляет. Всегда появляется что-то новое, так как выставка все-таки это такое мероприятие, где представлены в основном новинки. Это приятно и всегда можно за несколько дней найти для своих проектов массу разных интересных вещей. Вы по работе сюда больше приходили именно? И по работе, и для общения, и для интересных встреч. Ну и музу покормить, да? Обязательно. Как без этого? У меня такой вопрос. У вас же огромное количество студентов, правильно? Да, конечно. А вы заставляете их ходить на выставки? Ну, наверное, слово «заставляете» это… Нет, ну вот нас как бы принудительно, как это говорится, ну фактически в принудительном порядке заставляли ходить на выставки. Потому что когда ты студент, тебе как-то хочется больше гулять и веселиться. Вот, а нам говорили, вот нужно сходить и дать отчет о выставке, что видели, что не видели. У вас в школе как происходит? То есть люди сами заинтересованы в своем саморазвитии или вы все-таки подталкиваете к этому? Вы знаете, несколько форматов отличаются нашей школы и высших учебных заведений, так как люди к нам приходят осознанно. Это взрослые в основном люди, имеющие образование. Они приходят за дизайном, они приходят мотивированные, заинтересованные, и они спрашивают и жаждут этих выставок. То есть получается, что Международная школа дизайна – это больше повышение квалификации? Это не с нуля ставить человека как дизайнера? Или с нуля вы тоже ставите? Вы знаете, у нас, наверное, 90% людей приходят из других профессий. В основном это юристы, финансисты и люди, которые хотят полностью поменять вектор в своей жизни. А почему? Благодаря профессии. Поняли, что художники? Наверное, люди нашего такого возраста, среднего, я бы так сказала, они по большей части родителями были направлены в ту или иную сферу. И приобретя уже какой-то опыт и прислушиваясь к себе, они уже делают выбор в пользу каких-то творческих вещей. У кого-то есть художественная школа, но, как правило, мы работаем с людьми с нуля. То есть вы учите, вы ставите руку, композиция, цветоведение, все это находится внутри обучения. А сколько обучение длится? Вы знаете, у нас есть разные форматы. От летнего интенсива, двух с половиной месяцев, через интенсив шестимесячный и очень хороший формат год. На заочном мы учим полтора года максимум. Полтора года человек-дизайнер? Полтора года, да. Это жилые общественные помещения. Я учился шесть лет. Я тоже училась пять лет в свое время. Вот, я учился шесть лет и на самом деле ни разу не пожалел о своей профессии. И по поводу осознанности я прекрасно понимаю, потому что моя первая — это металлург. Вот, меня направила мама и отец, собственно говоря. Я отработал, честно, год в столеплавильном цеху. Именно там я понял, что да, я все-таки творческий персонаж и нужно как-то менять. Жизнь, но, наверное, в 30 лет это сложно сделать. Или когда люди… Ну, мне хочется понять, когда человек понимает там в 30 лет, что ему нужно поменять жизнь кардинально, да, уйти в дизайн. Вы же, наверное, собираете какую-то обратную связь. Что мотивирует человека поменять вектор своей работы? Он сделал ремонт и он понял, что он творческая личность. Потому что я очень много переделывал. Я не скажу, что это за вашими студентами или еще за кем-то. Я очень много переделывал проектов за дизайнерами-самоучиками. На самом деле, я скажу свою позицию. Я не совсем понимаю, как за полтора года можно поставить руку человеку, потому что нам ставили руку 5 лет. И композиции обучали и так далее. Вы поймете, про что я говорю. И мне кажется, что наша профессия дизайнеров интерьера должна все-таки восприниматься как профессия, а не как рисовальщики. Я сейчас очень много наговорю. Вы, пожалуйста, попробуйте как-то ответить. Потому что меня очень сильно смущают рисовальщики. Вы готовите рисовальщиков или практиков? Рисовальщик, я поясню, кто это такой человек, который в 3D-шке нарисовал интерьер, понятия не имеет, как крепится камень, каким образом подсвечивается Оникс, каким образом делается разводка сантехники, что унитаз, если ты оттаскиваешь от стояка, то он может встать на подиум. А вы объясняете в школе вот эту вот инженерию? Или вы готовите людей чисто творческих, а дальше они на ошибках и как там на своей практике все это изучают? Вот мне вот этот вопрос очень интересен, потому что я исправляю именно вот эти моменты за не вашими студентами, а просто за дизайнерами с обамочками. Я вот этот момент уточню. Вот. Я начну издалека. Начну, наверное, со времени подготовки в художественный вуз, в серьезный. Это минимум 2 года. Рисунок, живопись, композиция. Еще до того, как человек пришел на первый курс. Да, естественно. И, конечно, это такое базовое, фундаментальное и всеобъемлющее образование. И это немного другое. Мы в школе, конечно, не готовим рисовальщиков. У нас есть очень хорошие художники, которые преподают скетч, перспективу. Все, что минимально требуется для того, чтобы подать идею клиенту. Но дизайнер должен рисовать, правильно? Он может рисовать, он может не рисовать. У кого-то получается, у кого-то нет. Так как мы берем без каких-то экзаменов, без предварительной подготовки. Люди приходят… Это имеют в виду перспективу, он потом должен уметь рисовать? Или не обязательно? Они делают выбор сами. А, я понял. Да. И у нас школа отличается тем, что мы даем навык. То есть мы четко обозначаем структуру. У нас нет ни одного лишнего предмета. У нас есть проектирование со всеми техническими вопросами, которые вы перечислили. У нас есть компьютерное проектирование, отделочные материалы, стили и те предметы, которые необходимы именно для реальной практики. Я понял. А вот я позавчера сидел вот на этом кресле и мне задал Дембовский очень интересный вопрос. Я даже немного растерялся. Задам сейчас его вам. Каким образом… Ну, вы же практикующий дизайнер. Конечно. Тихо и обратную связь хочу собрать. Каким образом вы преподносите прямому клиенту проект? Это какие-то мудборды или это просто визуализация? Ну, каким образом продается идея? Ну, или подается идея? То, что я знаю, что сейчас пошла тенденция именно на мудборды, когда собирается интерьерка, рядом ставятся всякие там камушки, тканюшки, что все это можно было там пощупать, посчитать. Ну, мне сложно представить, сколько нужно керамики напилить, чтобы несколько вариантов предложить. Но вот у вас какая подача? Преподается или какую подачу пользуетесь вы? Вы знаете, у нас очень такая очень простая и очень четкая структура. Так как мы международная школа дизайна, мы собрали весь западный опыт и у нас международный стандарт профессии. И начинаем мы, конечно, собирать образ через один единственный лист под названием concept board. Это очень такой минималистичный лист, где мы показываем цвет, соотношение фактур, текстур, стилевую составляющую. Чисто настроение и будущего интерьера. И после этого мы делаем стилевые коллажи по каждой зоне, чтобы было понятно, что из одного единственного листа получается вся квартира. Она должна быть в едином концепте, и клиенту мы показываем concept board и уже те вещи, которые более реалистичны и приближены к реализации. То есть вы идете через некие коллажи, а вот тактильные предметы вы туда интегрируете или нет? Это все визуальный ряд электронной, так скажем, из серии распечатать или на планшете посмотреть? По-разному. По-разному можно сделать. Можно сделать фотошоп, цвет фактурную карту. Это легче. В формате учебного проекта декораторы в основном у нас делают material board. Это классная штука. Она, конечно, подкупает. Ну, конечно, здесь больше времени, но у студента больше времени, чем у практикующего дизайнера. Да. И, как правило, у практикующих дизайнеров material board возникает после того, как он сделал проект. Потому что там остатки остались, да. От пола, от керамики. Но зато это очень эффектно для дальнейших презентаций клиентам, другим. А вот, может быть, тут рядом где-то есть дизайнеры. У меня такой вопрос. Брать ли всех клиентов себе, это уже к вам как к практикующему, не относящиеся к международной школе дизайна. Проект любого клиента или как-то вы проводите какой-то тест-драйв с клиентом или как-то вы подбираете. Есть ли какая-то ваша методика? Я для себя в том числе спрашиваю, потому что я с периодичностью на перепуте на какой-то нахожусь. Иногда хочется вот прям продавить клиента и показать, что он вот прям вот хочется. Показать, что он не прав. И когда ты сделаешь, то это будет круто. И вот через какое-то сопротивление идешь. Иногда это все очень прям гладко, плавно тебе отдали ключи и ты закончил. Вот у вас есть какая-то своя формула подбора своего клиента? И нужно ли распираться на всех или нужно искать им на своих людей? Ну здесь есть два аспекта. Первый аспект – начинающий дизайнер, которому нужна работа, нужен опыт. Это понятно. И уже когда мы дальше уже как-то в профессию входим, то, конечно, на первой встрече, первая встреча всегда бесплатная для клиента. И мы… Не только клиент думает о том, хочет ли он работать с этим дизайнером, но и дизайнер думает о том, насколько ему будет комфортно достаточно долгое время в режиме такого очень тесного контакта с этим человеком взаимодействовать, так как все-таки это какие-то психологические вещи могут быть, какие-то энергетические. Поэтому здесь сам человек для себя решает. Если вы понимаете, что вас что-то не устраивает, вам некомфортно, то это чувство будет усиливаться. Да. И это можно, конечно, довести этот проект, но здесь вот этот моральный аспект, он очень серьезный, он может повлиять на… Ты не получишь удовольствие от процесса, поэтому по-хорошему нужно сразу же отсекать людей, которые тебе дискомфортны. Ну, есть, например, два типа проектов. Первый тип – это проекты интересные. Второй тип – проекты финансово адекватные. Да, да. Поэтому здесь каждый для себя делает выбор в пользу каких-то вещей. С чем-то можно смириться, например, если это интересный проект, то мы можем сделать его за небольшие деньги. И потом это пойдет в портфолио, это будет элементом продвижения дизайнера. Финансово интересные проекты, они могут быть и со сложными клиентами, но это могут быть крупные объекты и, конечно… Даже небольшую квартирку можно сделать очень эффектной. Конечно. Главное, чтобы сам заказчик был интересен. Да, я понимаю, про что вы. Вот у меня еще такой вопрос. Вы международная школа дизайна. Тенденции, так скажем, международного формата и тенденции, так скажем, внутри нашей страны, они сильно отличаются? Мы до сих пор… Ну, я-то для себя ответ какой-то знаю, да? Мне интересно ваш срез услышать. Или все-таки российский потребитель до сих пор что-то нейтральное, бежевенькое, песочное и минимум цвета? Эта тенденция, она как-то меняется? Делается ли работа со стороны дизайнеров в плане воспитания вкуса у клиента? Меняется ли вкус у нашего прямого потребителя? Да-да, нет-нет. Если меняется, то в какую сторону? Ну, вот ваше видение. Есть разные, опять же, типы клиентов. Есть молодые, такие успешные семьи, да, люди, которые хотят именно уйти в современную стилистику. Они с радостью поддерживают стили минимализма, лофт и контрастные… А, контрастные, экспериментаторы такие. Да, и я вот с молодыми люблю работать, 18 лет, 20, 30. Креативные, да. Это вот, мне кажется, те люди, с которыми можно найти общий язык очень легко и быстро. Эти проекты, как правило, одни из самых эффектных получаются. То есть получается у них доверия все-таки больше, потому что они уже жили в то время, когда была такая профессия как дизайнер, они понимают, для чего эти люди существуют вообще, да, и в чем заключается работа. Да, да, но люди более зрелого возраста, они ездят по миру, они смотрят и жилье в том числе, и хорошие там бутик-отели, и у них нарабатывается вкус, и они уже понимают, что как это может быть красиво, и поэтому они отходят от таких стандартных решений. И я думаю, что показав хорошие примеры, как это может быть красиво, думаю, что здесь наша профессия, это визуальная, в основном на визуальную тему. В начале на визуальную тему, а потом начинается работа со строителями и так далее. Конечно, да. И мы можем просто показать несколько примеров интерьера в пределах заданной клиентам концепции и сказать, что давайте, может быть, мы попробуем так. Как вы считаете, у каждого дизайнера должен быть какой-то свой стиль, или мы должны, вот прям вот обязаны работать во всех стилистиках? Вообще-то правильно, неправильно быть универсальным дизайнером, или все-таки должен быть свой почерк? Должен плохое слово, но вот просто ваше мнение. Я думаю, что каждый дизайнер должен сделать выбор сам. У каждого дизайнера свой путь, он может начинать через разные стили. И искать свой, да? Понять, насколько ему хочется заниматься, допустим, классикой или арт-деко. И после этого полностью может отказаться от всего и сказать себе на всю жизнь, что я хочу быть только минималистом. То есть это выбор чисто дизайнера. Если он универсален, ну так уж получилось, то он может работать во всех направлениях. Или вы не встречали таких? Мы же все вращаемся в одной и той же среде, ну в среде дизайнеров. Где-то мы даже пересекаемся. И из тех людей, которых я знаю, которые уже успешны, они все-таки выбирают какую-то определенную нишу, потому что ты в этой нише становишься все более-более-более профессионально. Я имею в виду в сфере интерьерки какой-то. И мне было бы интересно встретиться с универсальным дизайнером, который бы мне рассказал секрет, как можно делать любой интерьер, но в любом стиле и не изменяя себе. Или таких людей не существует? Или ты все равно приверженец одного какого? Ну хорошо, там какой-то вот ниши внутри интерьерки. Понятен мой вопрос или я запутывал? Да, конечно. Я, вы знаете, полностью согласна с тем, что дизайнер должен все-таки выбрать для себя направление и стремиться к совершенству, да, вот именно вот оттачивать, да, это мастерство. Но, собственно, поработав в разных стилях, человек сам для себя может решить только через практику, что ему хочется делать, что ему более интересно. Ой, я с вами, мне кажется, могу бесконечно разговаривать. Мне показали две минуты. За эти две минуты хочу слышать, наверное, вот ответ на такой вопрос, относящийся к выставке. Впечатлило ли вас здесь что-то? Ну, мы как практики, мы постоянно работаем с разными материалами, да, мы их смотрим, изучаем, мы новинки узнаем там на e-салоне и так далее. Удивило ли здесь что-то? Или вы посмотрели и сказали, ну, там, ну, допустим, вы сказали, да, что это уже уровень, хорошая выставка, действительно, прям, в этом году меня поразил Мосбилд. Вот нашли вы для себя что-то такое интересное, чего вы еще не видели? Было такое, не обязательно называть, просто было ли что-то, что зацепило? Я сегодня на выставке первый день. А, вы не спурище пробежите. И в этом павильоне я прошлась по стендам керамики и мебели для ванных, комнат. Мне понравилась вот эта легкость подачи стендов, новинки какие-то, вот такие Дима Логинов коллекция, да, я сделала много фотографий, Perfect Home, конечно, но Светлана Арефьева, на мой взгляд, сделала наиболее что-то такое необычное, запоминающееся, эффектное. Остальная выставка у меня еще впереди. О, тогда я вам желаю прогуляться и найти для себя что-то новое и интересное, потому что я-то тут уже второй день, не успел погулять, и оно того достойно. Сходите, посмотрите новые обои, они того стоят. А еще что вы порекомендуете? Что еще порекомендую? Будет реклама. Поэтому не буду вас все услышать, но я вам могу за куларами сказать, куда повернуть и на что обратить внимание. Да, спасибо, буду благодарна.